Поведомлено «Вид Катарына, зачем пришёл Иисус? Неужели Богу нужна была жертва только потому, что Он создал закон этой жертвы? Неужели Бог не мог отнять этот закон, отменить закон и по-другому пустить ход событий?» Это хороший вопрос, но у нас не хватит, может, и времени, но я попробую, если возможно, быстро ответить. На самом деле Господь пришёл открыть нам дверь, чтобы совоскреснуть, надо умереть. И Он нам показал путь, и когда мы причащаемся, мы причащаемся к смерти. И вот эта смерть, которая будет со Христом в вере, она приведёт в жизнь вечную. Умрут все, верующие и неверующие, то есть смерть достигнет всех, всем человекам надлежит однажды умереть. Но если человек умрёт в вере во Христа, в вере в жизнь вечную, в вере в то, что Господь искупил, он будет в жизни вечной, он будет с Господом. И поэтому Господь показал нам путь преобразования, путь преобразования. Нельзя воскреснуть, не умерев. Ну, нельзя. Нельзя стать новым творением, не перестав быть старым творением. Он нам показал путь, что смерть не страшна. Он показал нам путь, что именно через смерть будет наш выход. Мы как уверовали? Мы уверовали через воскресенье. Помните Фома? Он говорит, пока не увижу, не поверю. И Господь ему говорит, Фома, вот мои руки, возьми свои персты, встань в дырки, вот, и не будь неверующим, а будь верующим. И тогда он сказал, Господь мой, Бог мой, блажен ты, то есть ты уверовал, увидел и уверовал, а блаженный, не видевший и веровший, это и есть вера наша в то, что он воскрес. И когда он показал нам, что он умер и воскрес, этим самым он дал нам надежду, что мы совоскреснем. Конечно же, Бог нас любит еще до создания мира. Конечно, Бог нас простил еще до создания мира. Конечно, Иисус был распят еще до создания мира. Конечно, ему для него это распятие можно было не делать. Для него. Он мог его по-своему как-то сделать. Но он сделал это для нас, чтобы нам показать путь ко спасению. И поэтому он и говорит, за то, что они не познали пути моих, он там вознегодовал и сказал, за то, что они не познали, не войдут в покой мой. Почему? Потому что мы не, если мы не увидим, что через его смерть и его воскресение, мы точно так же со-распинаемся с ним в смерти и со-воскресаем, если мы умираем вместе с ним. Поэтому не бойтесь убивающих тела, не бойтесь смерти, не бойтесь. Он вообще говорит, ни одна птица не упадет без воли отца. Вы лучше многих малых птиц. Вы не знаете, сколько у вас волос, а он знает на голове. То есть, это он нам показал путь ко спасению через смерть и воскресение. И когда мы смотрим на Господа, на распятого Господа, что, как он претерпел вот эту страшную смерть, вот эта смерть посрамления, это же крест, это смерть, вот такая позорная смерть. Но он говорит, не бойтесь этого, ничего не бойтесь. Почему? Потому что есть воскресение. Воскресение. Если бы Иисус нам не показал воскресение, как бы мы веровали? Во что бы мы веровали? То есть, тот, кто не верит в воскресение, тот ни во что не верит. Тут тщетна вера. И нету спасения, Павел говорит, если Христос не воскрес. Но Христос умер. Он специально умер для того, чтобы показать нам воскресение. И мы живы воскресением. Воскресением. То есть, мы знаем, что он умер, но знаем, что он и воскрес. И поэтому наша надежда не угасает, она не тщетна, наша надежда, потому что мы верим, что мы воскреснем со Христом, потому что Он нам показал путь. Мы не боимся смерти, и даже позорной смерти не боимся. Почему? Потому что мы верим в воскресенье, и поэтому Он пришел, и поэтому Он нам показал. Он показал нам этот путь, которым мы спасемся. Он есть путь истины и жизнь, и мы должны познать путь Его. Путь Его в том, что Он воскрес. Он умер, но Он, слава Ему, воскрес, и этим мы празднуем Пасху, и Христос воскрес.